Екатерина Мизулина со второй попытки прилетела в Красноярск. В первый раз вылететь не удалось, так как глава Лиги безопасного интернета отправилась в рабочую поездку со своим псом Вовой. Но собаку ее на рейс не пустили. Об этом Мизулина рассказала в своих соцсетях. Вову не пустили на рейс. Это его первый полет и, как говорится, первый блинком. Но мы не сдаемся и попробуем сделать это еще раз. Ну что, со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск. Первым делом в нашем городе Екатерина Мизулина встретилась с Михаилом Котяковым. Они обсуждали вопросы безопасности детей в интернете и патриотическое воспитание молодежи. В своих соцсетях Мизулина написала, что губернатор попросил поделиться впечатлением о Красноярске. Своё мнение о городе глава Лиги безопасного интернета обещала озвучить к концу поездки. Далее Мизулина отправилась на кладбище Будалык. Там она почтила память основателя отряда «Поиск пропавших детей» Оксаны Василишиной, с которой была лично знакома. Вообще же в Красноярск глава Лиги безопасного интернета приехала по приглашению школьников. Мизулину встретили на последнем звонке в школе номер 108. На встречу общественница приехала на Мерседесе В-класса вместе с питомцем Вовой. На празднике прозвучал гимн России и прошла церемония поднятия флага. Мизулина выступила перед выпускниками с приветственной речью. Она пожелала детям любить свой дом, школу и родину и ставить амбициозные цели. Школьникам я хочу пожелать в первую очередь побыстрее избавиться и сдать успешно экзамены. Меньше нервов, меньше стресса, меньше волноваться. Пройти компанию, поступить в вузы или уйти работать. Ну как каждый сам решит для себя. Кто-то может быть в армию пойдет, чему я тоже очень рада. Екатерина – дочь бывшего сенатора Елены Мизулиной, известная законами против пропаганды гомосексуализма. Мизулиной младшей 39 лет, она не замужем, детей нет. Глава Лиги безопасного интернета стала известна как автор многочисленных доносов. После одного из них в Красноярске в этом году закрыли бар «Элтон». Кроме того, Екатерина активно ведет свой телеграм-канал. Там она регулярно публикует видео с песнями. Екатерина Мизулина пробудет в Красноярске два дня. Завтра в 13.00 в Ледовом дворце «Кристалл-Арена» она встретится со школьниками и студентами.